Лебейнур Мухаммед Хусаинов две недели страдает из-за своего разговора с Владимиром Путиным. До нынешнего Сочи предыдущим адресом путинских поездок была Казань. На третьем всемирном конгрессе татар особо интересна была дискуссия в связи с выступлением Хусаинова про то, как нелегко быть татарином в Башкирии. Тема острая и деликатная. В Башкирии татар больше, чем самих башкир. И Хусаинов говорил о принудительном обошкиривании. Путин перегиба на местах назвал дурью, перечислил татар, больших русских начальников и вызвал овацию, спросив, а если поскрести, намекая на пословицу, поскреби любого русского, найдешь татарина. О протяге этой жизни президент страны принялся говорить, а каково русскому в татарии, а чеченцу в Москве. При нынешней-то силе федерального центра можно ли было представить, что у Хусаинова из-за выступления, которому поддакивал Путин, начнутся неприятности? Газета «Газета» первой сообщила, что Хусаинову не продляют рабочий контракт. Оказывается, на съезд Хусаинов пробирался по собственной инициативе, и проблемную тему выступления у начальства не утвердил. Мы намерены следить за этой историей. К татарскому активисту Хусаинову в Башкирске город Билибей. Поехал наш специальный корреспондент Алексей Пивоваров. Настоящий акт составлен в том, что 31 августа сего года директор Хусаинов НН отсутствовал на рабочем месте. Подписи инспектора отдела образования Хайдарова, методист Ткач и три заместителя. Город Билибей, 31-е, 08-го, 02-го. Как раз накануне, 30-го, 08-го, Хусаинов выступал перед Путиным по национальному вопросу. Это со стороны кажется, что Татарстан и Башкортостан не разлей вода, а их президенты Ментимер Шаймеев и Муртазар Ахимов близнецы-братья. От директора гимназии Хусаинова страна и лично гарант Конституции Путин узнали, что татарину тяжело живется в Башкирии, точнее, тяжело жилось, а сейчас стало еще тяжелее. Быть татарином в Башкирии не легко. Был у Хусаинова и другой, утвержденный текст, но то, о чем наболело, никогда бы ведь не утвердили. В Башкортостане идет усилинная агитация, что в татарских районах записались башкирами, иначе могут ликвидировать республику или еще что-то. Как я только закончил, сразу взял слово и одобрил, и пожал в руку, и спасибо сказал, что я благородное дело делаю. Вы знаете, что мне нравится в том, как проходит наша встреча? В том, что люди говорят свободно, открыто и ясно, то, что их беспокоит. На следующий день Хусаинов вернулся в гимназию. Акт о прогуле уже ждал его. Последний день его работы по контракту 31 августа. А дальше? А дальше, если он не перезаключен, человек остается работать. Но на какое время, это уже решать, допустим, начальнику отдела образования. По приезду она, наверное, вопрос решила. В уездном Беребее оппозиционеров отродясь не видели. Места здесь тихие, чинные. Городской глава 9-й год правит. Про Хусаиновы, конечно, знали, что возмутитель спокойствие. Но так, чтобы к Путину, то без приглашения, в официальную делегацию директор ведь не входил. Когда первый раз я посмотрел передачу, услышал, что каким-то образом наш директор гимназии оказался в Казани и выступил на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Я очень сильно удивлен был, как он туда попал. Нормальный директор. Директором Хусаинов 7 лет. В единственный район татарской гимназии, здесь по-татарски преподают часть предметов, он и начальник, и отец родной. Татар оказалось в Башкирской республике больше, чем Башкир. А это, естественно, раздражает. И, видимо, не только раздражает, какие-то неудобства чинит. Акт о прогуле директор считает незаконным. 31-е вообще было субботой, выходным днём. И составлено с нарушениями. Хусаинов знает, с десяток судов за спиной. В этот раз пожаловался в милицию. С полковником Сафиным не один год на коротке. И о политике бывало, и о жизни спорят. Полковник и сам татарин, а с Хусаиновым не во всём соглашается. Многократно, вот, в наших многочасовых беседах мы это всё с ним обговаривали. Ну, почему бы вы эти вопросы не ставите, скажем, перед управлением народного образования республики, в конце концов, перед президентом республики, перед главой администрации, ну, что сразу вот перед Путиным? Беда полковнику с Хусаиновым, может, и родственные души, да на службе симпатии не положены. Хусаинов к Путину пробирался конспиративно. Директорская 89-го года «Пятёрка», все округи знакомы. Её бросил, выехал с приятелем на его машине, за постом в другую пересели. К тому приятелю уже после всего человек с разговором приходил. Сказал вроде «из службы безопасности президента Рахимова». Правда это или нет, только к Хусаинову этот приятель больше не заходит. Наши интересные разговоры идут вокруг этого, а мы ничего не знаем. У нас нормальный учебный процесс идёт во всех школах. Сейчас мы готовимся дать тепло. А вот вы можете объяснить, вот с кем вы боретесь, кто ваш враг? Ну, я бы так громко не назвал, что у меня враг есть. Есть оппоненты, ну, шавинистически настроенное чиновничество, довольно высокое чиновничество в Башкорстане. А вот вас, ваши оппоненты, как вы говорите, обвиняют в том, что вы шавинистически настроены? Ну, шавинист это тот, кто ставит свой народ выше других. А я просто добиваюсь того, что должно быть у моего народа. Признать татарский третьим государственным языком Башкирии, не записывать татар башкирами – вот хусаиновские требования. А то, говорит, скоро перепись сделают, как в прошлый раз. Это деревни, которые вот с 26-го года, 59-м, 70-м писались татаро-башкирские или и татарские. Видите, да? И вот в 79-м году все они названы башкирскими. Итак, 373 деревень. Ну, может, это естественный процесс? Ну, а что же происходит там? Через эти деревни проходит, ну, быт-производитель, что ли? Директорская зарплата – 3,5 тысячи. Жена – штамповальщица на фабрике. Трёхкомнатная квартира, старший сын сейчас в отъезде. По билибейским меркам, хусаинову не на что жаловаться. Даже среди чиновников, которые, может быть, сегодня меня при встрече ругали, но многие из них по большому счёту сочувствуют мне, и что я не зря говорю, не зря я такой. Всё, большое спасибо. Ну, Михаил Юрьевич, ты сейчас вылетнешь куда-нибудь со своим интервью? Да.